МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я сразу же влилась в ряды, и мне здесь очень нравится. Поддержать наших спортсменов тюменцы выходят на лыжню. Устраивайтесь поудобнее, вы смотрите точнее. Я Александр Семенюта, здравствуйте. Лечиться станет удобнее. Пройти полное обследование органов дыхания можно будет в одном месте. Тюменские врачи предлагают создать пульномонологический центр. При этом строить ничего не придется. Достаточно организовать прием всех необходимых специалистов на базе одного из лечебных учреждений. Пациенты сейчас вынуждены ездить в разные больницы города. А это затягивает обследование. В особо неясных случаях нам необходимо было определиться и создать какое-то, назову это пульмобюро, или, может быть, общество, или центр пульмонологический, где бы мы могли работать с диагностически неясными пациентами, которые по несколько месяцев проходят смежных специалистов и остаются, в общем-то, без диагноза. Врачи создали рабочую группу и планируют обратиться со своим предложением в департамент здравоохранения. Методологический центр позволит не только быстро поставить диагноз, но и систематизировать сложные случаи заболеваний. А вот разобраться с потоком пациентов в поликлиниках города поможет единый центр записи граждан. Попасть на прием к любому врачу теперь можно, минуя регистратуру. Посетители уже оценили нововведение. Один звонок – и ты у доктора. Как специалистам удается развести тысячи человек в день, расскажет Карин Закирьянова. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Какому врачу желаете записаться? Ближайшие свободные записи есть на 14 и 17 февраля. Какой день будет удобно? Клиент доволен, ждать не пришлось. Оператор была вежлива и внимательна. Самое главное – это вежливость. Очень важно – это попытаться встать на место человека. То есть войти в его положение, и тогда намного проще общаться с человеком. То есть желание ему помочь. Вежливости учат операторов колл-центра. Теперь все, кто хочет записаться на прием к врачу, обращаются сюда. На специально заведенный номер в день поступает 3000 звонков. Для полного удобства граждан здесь внедрена система колл-бэк, то есть обратный звонок. Иными словами, можете позвонить, не дожидаясь ответа сбросить, и вам обязательно перезвонят. Сотрудникам центра доступна общая база с расписанием работы всех врачей города. Плюс ведется контроль качества работы. То есть у нас просто записываются все звонки. Мы можем в любой момент послушать любую запись, любую жалобу, да, решить отправить. В том числе мы часто отправляем главным врачам для того, чтобы уже разбирались с этим обращением. Организаторы решили пойти дальше, создать единый колл-центр для всех поликлиник города. То есть звонишь на привычный номер в свое лечебное учреждение, а попадаешь сюда. Пока система внедрена в первой детской и 13-й поликлиниках. В последнюю уже отмечают плюсы нововведения. Сократились очереди и жалобы на то, что трубку никто не берет. И вместо трех человек, отвечающих на звонки пациентов, теперь остался один. Алгоритм взаимодействия с колл-центром у нас тоже прописан. То есть в том случае, если пациент не получает информацию, ну, не удовлетворен той информацией, которая ему предоставлена в колл-центре, либо колл-центр по каким-то причинам ее предоставить может, то оператор колл-центра переключает этот звонок на регистратуру. И здесь мы уже отвечаем на все вопросы пациента. Если и дальше система не будет давать сбоев, то идейный колл-центр охватит все поликлиники города. Карина Закарьянова, Алексей Красных, Сибин, Форумбюро. О других полезных открытиях в регионе узнаем из обзора событий. Мои коллеги коротко о важном. В Тобольске началось строительство дома для молодых ученых. Те, кому не более 35 лет и кто решил связать свою жизнь с наукой, смогут справить новоселье уже осенью 2014 года. Так как здание возводят в исторической части города, проект выполнен в стилистике купеческих строений 19 века. Средства на возведение дома выделила Российская Академия наук, и руководство намерено впредь развивать одно из структурных подразделений. С пуском его мы сможем полностью удовлетворить запросы в жилье наших сотрудников. У нас есть еще намерение иметь в составе нашей комплексной станции химическую лабораторию, которая была бы тесно связана с развитием производства Тобольского нефтехима. В Тюмени при гимназии номер 12 открылась физико-математическая школа «Вектор». Предметы этого профиля будут углубленно изучать 330 одаренных детей ученики 7 по 11 классы. Познавать науки в школу также пригласят призеров Всероссийской Олимпиады со всех школ города. Это нам даст возможность поступить в хорошие вузы, которые открывают перед нами большие перспективы, дают возможности научной деятельности. Скорее всего, это московские вузы, такие как МПТИ или, может быть, институт имени Бауна. Вскоре в Тюмени откроются еще 7 школ с разными профилями – социально-гуманитарным, естественно-научным и информационно-технологическим. Весь роман «Война и мир» за 4 минуты умудрились рассказать тюменские КВНщики. Команда «Союз» прошла в четвертьфинал. В этот раз тюменцы не только уделили время русской литературе, но и спели про зимнюю Олимпиаду, сибирский мороз и приезд к нам Владимира Путина. Жюри оценили юмор «Союза», особенно то, что в репертуаре команды появился новый хит «Фредди Меркери». Однако один из зрителей прорвался к микрофону и заявил, что ботюменцы шутили только в своем городе, а чужие не трогали. Дождемся выхода игры в эфир и увидим все собственными глазами. Тюменская богадельня ищет тех, кто готов оказывать не разовую, а постоянную поддержку. Седьмой год подряд общественная организация содержит бесплатную столовую для бездомных и предоставляет приют одиноким, тяжелобольным и немощным людям. Сейчас в Доме милосердия под присмотром 14 человек. В штате повара, медицинские сестры и сестры по уходу. Деньги необходимы на содержание постояльцев и зарплаты сотрудников. Четыре санитарки и четыре медицинских сестры, которые несут круглосуточный пост дежурства с тяжелобольными, лежачими, бездомными. И вот штат сотрудников увеличился до 26 человек. И людям нужно ежемесячно платить за зарплату, хотя бы минимальную. А это титанический труд, работать с такого рода людьми. Чтобы полностью посвящать себя помощи другим людям, нужно обладать особым характером и силой воли. И благодаря таким качествам можно разрушить даже самые стойкие стереотипы. И в Тюмени такие примеры есть. Чему дети с синдромом Дауна могут научить своих сверстников, увидела Анастасия Косымова. Богдан старательно выводит буквы в прописи. А ведь когда-то его родителям говорили, что он не сможет учиться. Этот мальчик один из первых детей с синдромом Дауна, кто сел за парту вопреки всем стереотипам. Прежде я расскажу тебе одну историю. В четвертом классе, где учится Богдан, все дети разные. У каждого свои особенности развития. Кто-то уже умеет читать и знает таблицу умножения, а кто-то только разучивает буквы. Дети с синдромом Дауна, например, не очень хорошие ораторы. Но зато они старательно выполняют письменные задания. В нашей школе учится шесть ребятишек с синдромом Дауна. И если задавать вопрос, как учатся, учатся так, как позволяют их возможности обучения. То есть мы не требуем от них ничего такого, чего бы этот ребенок не смог сделать. На переменках они танцуют под зажигательную макарену и собирают пазлы. Дети как дети. Трудно представить, но еще совсем недавно двери детских садов и школ для людей с синдромом Дауна были закрыты. В нашей стране, где абсолютное большинство людей образованы, многие не знают, что такое синдром Дауна. Некоторые думают, что это болезнь или последствия социального образа жизни родителей. Но это не так. В человеческом геноме всего 23 пары хромосом. И при синдроме Дауна появляется одна лишняя хромосома. Вот она, 21-я. Наука пока не знает, почему происходит этот генетический сбой. Но главное – изменить отношение общества к людям с синдромом Дауна. Поэтому учителя стараются сделать так, чтобы в классе было одинаково хорошо всем. Чтобы никаких насмешек за спиной, даже если кто-то не такой, как все. Богдан, кстати, несмотря на трудности с речью, нашел общий язык с одноклассниками. И они с удовольствием рассказывают о нем. Он добрый, смелый, хороший. Он играет со мной на переменах. Учится он хорошо. Мы играем в пазлы. Таких учителей, как Елена Ульянова, которые не боятся работать с особыми детьми, немного. Кому-то это может показаться странным. Но она рада, что в ее классе есть дети с синдромом Дауна. Они хорошие, что они добрые, что они воспитанные. Вот очень воспитан Богдан. Он знает все нормы этикета. Он никогда не зайдет в кабинет, предварительно не постучат. Он всегда поздоровается, поздоровается первый. Он извинится. То есть настолько вот воспитанный ребенок. Это надо на его примере воспитывать других детей. Что я делаю? Посмотрите на Богдана. Учитесь быть таким. А еще дети с синдромом Дауна одним лишь своим присутствием в школе могут многому научить обычных детей. Это нужно просто увидеть. Как одноклассники помогают собраться на прогулку Богдану. Без лишних слов, без нравоучений. И понятно каждому, что такое забота, дружба, любовь. То, чему каждый из нас мечтает научить своего ребенка. Анастасия Косомова, Алексей Красных, Сибинформбюро. Все-таки негативное отношение общества к солнечным детям начинает меняться. Впрочем, трудности есть и у здоровых детей. Проблему роста помогают решить старшеклассникам посредством театрального искусства. На сцене Тюменского дома актеров школьники говорят о своих проблемах стихами современных поэтов. Астаховой и Полосковой. Их волнует первая любовь неурядицы в школе и непонимание родителей. Это состояние такое очень грустное, непонятное, непонятное жизнью людей. Поэтому тяжеловато, да. И во время спектакля потом могут случаться и слезы дома, и все, когда ты отходишь. Юные актеры выбрали стихи сами. Те, которые им ближе. Для них сцена – это прежде всего возможность высказаться о наболевшем. Здесь есть все для ремонта и строительства дома. В декабре прошлого года в Тюмени открылся гипермаркет с мировым именем Леруа Мерлен. И, как оказалось, этот бренд славится не только своими товарами и индивидуальным подходом клиентам. Чем гордятся сотрудники этой компании, выяснила Ирина Кестерева. Это новое имя на тюменском рынке. Компания Леруа Мерлен работает в 13 странах, а теперь и в России. В строительном гипермаркете не только богатый ассортимент товаров, но и достойные условия работы. Международная компания продолжает набирать команду. Профессия продавца-консультанта предполагает собой длительное нахождение на ногах. Компания заботится о своих сотрудниках и предоставляет комфортные комнаты для отдыха. Вечером я смогу сходить в тренажерный зал, а по выходным с удовольствием посетить бассейн. Отдохнуть в релакс-комнате можно во время перерыва, а подержать физическую форму поможет тренажерный зал. Кроме того, в Леруа Мерлен собственная столовая. Вкусные обеды вам обеспечат. Слаженная работа в коллективе – еще один плюс. Одна из самых главных достоинств и особенностей – это, конечно же, команда магазина. Таких удивительных и позитивных людей я еще нигде не встречала. Я очень счастлива, что я попала в Леруа Мерлен. Кроме положительных эмоций, еще и надежные гарантии. Ведь здесь только официальное трудоустройство. Компания предоставляет добровольное медицинское страхование. Если вдруг ты заболел, ты можешь пройти бесплатное лечение. Помимо социального пакета сотруднику дают все возможности для обучения. В компании проводят тренинги и мастер-классы по повышению квалификации. Работать у нас комфортно, интересно и перспективно. Мы рады новым сотрудникам, которые готовы к дальнейшему обучению и развитию в нашей компании. Присоединяйтесь к нашей дружной команде. Это прекрасная возможность для начала карьерного роста в стабильной компании. Сейчас в гипермаркете открыты вакансии кассира-консультанта, продавца-консультанта и сотрудника склада. Те, кто еще только определяется с выбором профессии, имеют возможность получить специальность, востребованную на рынке труда. В Тюменском педагогическом колледже номер один откроются два новых направления. Дизайнер-преподаватель и педагог технического творчества. Набор в группу не более 50 человек. Сейчас уже готовят преподавательский состав. Правительство Тюменской области, департамент образования нас профинансировал. Мы в этом году сейчас закупили три кабинета робототехники и два мультимедийных комплекса. На этой базе планируем как раз развитие этих направлений. Кроме того, в учреждениях дошкольного и школьного образования сегодня требуются люди со знанием интернет-технологий и умением работы в мультимедийных студиях. По итогам прошлого года одной из самых востребованных специальностей стало компьютерные сети. Получив профессию, специалисты отправляются на поиски работы. И здесь без поговорки по одежке встречают не обойтись. Как произвести хорошее впечатление на окружающих и быть уверенным в себе, знают клиенты центра доктора Гаврилова. У нас в гостях сегодня Марина Иванова. Марина, здравствуйте. Добрый день. Вот скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь сталкивались с вопросами внешнего вида при устройстве на работу, может быть при общении с коллегами? Ну, мне кажется, это сталкивается каждый человек. Даже когда отправляем резюме, там всегда есть обязательно графа внешний вид, дресс-код у каждой, наверное, компании. С коллегами, конечно, у нас есть, существует, что опрятно мы должны выглядеть. Во-вторых, мы работаем с клиентами. Клиенты заходят, и мы лицо компании тоже должны как-то опрятно выглядеть, и внешность должна быть соответствующая. То есть, я все-таки понимаю, работает поговорка, да? Работает поговорка. Хорошо. А вот всегда ли у вас были проблемы с лишним весом? И вот почему решили к специалистам обратиться? Ну, проблемы с лишним весом у меня были с детства, так, с юности. Вот прошла все, значит, существующие и несуществующие диеты. Ну, в 20-30 лет мы не задумываемся о своем здоровье, о лишнем весе, как мы выглядим. Наступает такой возраст, когда что-то тут колет, там колет, и хочется выглядеть уже соответствующим. Вы сказали, что пробовали разные диеты и методики, и ничего не помогало или как? Ну, помогало, но оно временно, все возвращалось. Скептического настроя не было при обращении уже к специалистам центра доктора Гаврилова? Ведь перепробовали массу диет. Здесь не диета. Здесь, наоборот, тут кушаешь пять раз в день, но кушаешь меньшее количество еды. И до того пьешь, выполняешь водный режим. И все. Это просто. Я не ограничиваю себя ни в чем. Я могу себе позволить тортик, любимые наши блинчики, и, значит, вареники, и наши любимые пельмени сибирские. Я ни в чем себя не ограничиваю. Я ограничиваю себя в количестве. Вот вы принесли фотографии, я вижу, каков результат на сегодня ваш? Результат на сегодня у меня 64 сантиметра по объемам, минус 8300 вес. А это конечный результат или дальше будете еще? Нет, результат это не конечный. Я надеюсь. Значит, у меня вес сейчас 74 килограмма. Рост у меня метр 64, я хочу весить 65 килограммов. Хорошо. Как отнеслись коллеги к результату такому? Ну, я была в отпуске в продолжительном, по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам. Как раз была в отпуске два месяца. И через месяц, после того, как я побывала в клинике доктора Гаврилова, я вернулась на работу, и меня просто не узнали. Внешне видят, что это Марина. Посмотрели, и сразу все заинтересовались. Конечно, все обратили внимание, сразу сказали. Ты сколько килограмма сбросила, где и что, и ты была, или липосакцию сделали, или что. Я просто смеялась, я села, рассказала так, 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 где я была. Что все очень просто. Сегодня вы уже достигли определенного результата, и скажите, специалисты поддерживают сейчас уже? Мне что и нравится, вот в клинике доктора Гаврилова, что всегда позвоню, всегда спрошу, где-то что-то, какие-то вопросы интересуют. Без проблем. Девочки всегда радушно отвечают. Всегда готовы. В группе мы поддерживаем. Индивидуально нас принимают. Тут вот это как раз отличается от всех других. Клиник, диет и сопровождение у нас вот все время это. И мы созваниваемся со всеми, со своими коллегами, которые мы пришли. Ну, по несчастью, я считаю. Что и женщина даже 73 года, она сбросила больше всех у нас. Она до того, она вот даже хочет выйти замуж. Вот у нее цель такая, и она себя благодарит за каждый лишний килограмм. Что приобрели вы, потеряв лишний килограмм? Вы знаете, уверенность в себе. Я приобрела легкость. Я вообще человек позитивный. Считаю, что с той или другой ситуацией надо выходить с меньшими потерями. А еще если с меньшими килограммами, это еще лучше. Спасибо вам большое за пример. Я вам желаю удачи и новых результатов. Всего доброго. До свидания. Для всех желающих присоединиться к клубу стройных, напоминаем телефон центра доктора Гаврилова в Тюмени 612-008. Как раз сейчас идет запись в группу на 25 февраля. Проконсультироваться теперь могут и жители Тобольска по телефону 27-08-98. Тобольска по телефону 28-08. Которые кормят более двух миллионов человек. Тюменские рестораторы хоть и далеко от участников Олимпиады, однако своим меню тоже придали олимпийский вкус. Повара экспериментируют на кухне. У них свое видение, каким должно быть олимпийское блюдо. Красивым, в первую очередь. Вкусным и легким, пожалуй. Чтобы поддержать наших спортсменов, нужно быть в форме самому. Хитами гастрономических продаж должны стать супчик из шпината в поддержку Плющенко и десерт «Лед и пламень». Кстати, сегодня на Олимпийских играх в Сочи разыграют медали в лыжном спринте свободным стилем у мужчин и женщин. Специальную рубрику «Наша Олимпиада» мы тоже решили посвятить лыжным гонкам. Спортивную историю Тюмени в этом виде соревнований изучили мои коллеги. Какие базы? Никаких лыжных баз не было. Первую лыжную базу, вот сейчас подъем, который сделали, подъем к инженерно-строительной университету. Михаилу Либерману далеко за 70, но он помнит даты и фамилии, соревнования в которых выступал и на которых потом судил. Второй мастер спорта по биатлону в Тюмени. Вначале он показывал неплохие результаты в лыжных гонках. Я тренировался. Мы в Каменку, когда осваивали, приезжали на машине, в училищный, в грузовой, допустим, там, с тентом закрыто. Там в кузове переоденешься, когда после тренировки, мокрую майку снимешь, а у нас минус 28. Михаил Исакович пристально следит за олимпийскими батариями, не спит, пока не закончится последняя трансляция. Был военным, затем спортивным чиновником, родоначальником биатлона в области. Он знает сильные и слабые стороны каждого спортсмена. Велик Жанин прекрасный. Ну, я, во-первых, жду, что у них очень классная эстафета. Ну, в каком смысле классная? Сильная по нашим временам. Но как ты норвежцев там у них, ты смотри, видишь, что у женщин, что у мужиков. Ну, лыжи для конька или для классики. Любая фирма. Огромный выбор. А раньше на вятке или на быстрице. Сегодня лыжи вновь набирают популярность у молодежи. А чем они интересны для людей старшего поколения, об этом Анастасия Макеева. Спасибо, Слава. Те, кому за 50, гонятся прежде всего не за победами, а за здоровьем. И для этого им даже лыжи не нужны. Хватит только палок. Смотрите сами. Скандинавская ходьба стала популярной у тюменцев два года назад. С тех пор самые спортивные не расстаются с палками и зимой, и летом. Считается, что 90% мышц человека задействованы при скандинавской ходьбе. Занятия проходят по утрам, а потом нордики, так называют себя те, кто увлечен скандинавской ходьбой, успевают смотреть Олимпиаду. Болеют за фигуристов и, конечно, за лыжников. Ведь и сами в молодости прошли не одну лыжню. Конечно, Олимпиада, я вообще в восторге. Лыжные гонки обязательно. Это моя молодость. И вот я когда узнала, что вот здесь вот такая группа есть, я сразу же влилась в ряды, и мне здесь очень нравится. Теперь только вперед побороть себя и свои недуги – их главная победа. Болеем за Россию! Россия! Вперед! Это была рубрика «Наша Олимпиада». До скорого! На этом у меня все. Дарите друг другу только хорошее настроение и чаще улыбайтесь. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова